Всем привет! Сегодня 29 марта, Московская область. Пришло время пикировать томаты. Они все высокорослые. Выращивать я их буду в стеклянной теплице. Высевала в два срока. В этом ящике семена замачивала 8 марта, высевала 9 марта. В этом ящике замачивала 11 марта, высевала 12 марта. Замечательно они выглядят. Имеют уже пару настоящих листьев. Большинство этих томатов. Схожесть была примерно процентов 95. Допустим, в этом ящике у меня плоховато взошел всего лишь один сорт. Это сердце зебры. Из пяти всего лишь три сеянца. У меня еще одно семя осталось. Я его посеяла тоже. Хочу все-таки 4 высадить в теплицу. В принципе, все остальное взошло 100%. Если где-то есть у меня проплешины, это я уже убирала, потому что синицы были или корявые, или взошли с шапочкой. А так здесь замечательная схожесть. Это рассада от 12 марта. Посева. В этом ящике похуже взошли томаты. А конкретно не взошли те, которые, я думала, взойдут 100%. Это гибриды. Вот, например, это у меня под номером 8. Кира гибрид. Высевала 5 штук. И взошло всего лишь 2. Но я смотрю, что вот петелька. Всходит третий. Но из 5-3 я считаю, что это мало для гибрида, для профсемян. Дальше у меня под номером 9 требус. Из 4-3. Вот схожесть. Здесь не взошло одно семя. Тоже очень плохо. И десятый номер немецкое сердце. Высевала вообще 7 штук. Взошло 2. Тоже досеяла. Было пару семян у меня, я там досеяла. Остальные все у меня здесь 100% зашли. Схоже здесь хорошие. Здесь есть мои семена. Они вообще 100% зашли. Вот. Так. Ну что я сегодня буду делать? Я сегодня буду их пикировать. Я могла бы это сделать и чуть попозже, но времени нет. Сегодня у меня есть свободный час, поэтому я займусь томатами. Значит, здесь все то же самое, как и я рассаживала перцы. Пакеты рассадные забила почвосмесью. Почвосмесь это моя, я ее готовлю с осени. Пакет рассадный. 0,9 литровый. Конечно, бирка приклеила, чтобы написать номер сорт, чтобы не потерять, потому что у меня много новинок. Я их забила почвосмесью еще неделю назад, пролила фитоспорином и накрыла черным пакетом. И все сорняки, так как земля живая, мною приготовленная, все они взошли и очень легко вот эти белые ниточки, они убираются. Вот до сих пор даже земля влажновата. Вот только несколько пакетов земля подсохшая, но я поливать даже не буду сейчас. Сильно землю я не заливаю, когда рассаживаю, пикирую растения, чтобы не было здесь грязи. Это уже можно в открытом грунте или в теплице растения сажать в грязь. А вот когда уже только в емкостях таких, лучше растения не заливать, дабы избежать гнили и черной ножки. Сейчас буду рассаживать, покажу пару примеров ящика 12 марта. Здесь техника все то же самое, как и перцы, как и баклажаны. У меня особо нового ничего нет. Так, это у меня номер 19. Беру сенец ложкой, вот таким образом. Не буду сильно землю оббивать, но есть корешки. Замечательный сенец. Смотрите, два хороших, настоящих листа. Рассада не вытянутая. Они такие на аккуратные ножки, потому что сорта высокорослые. Под номером 19 я сейчас скажу. Это у меня пазана. Пазана гибрид. Это гибрид. Это такие сливовидные томатики. Это я их специально для консервации высаживаю. Попробовать решил этот гибрид. И засыпаю по самые семи дольки. Вот таким образом. Все аккуратненько. Как и перцы, я сначала рассаду высаживаю. Допустим, один гибрид или один сорт. А потом уже подписываю. Мне так удобно делать. Я не поливаю сразу посадочную ямку, не заливая водой. Я потом поливаю, когда уже рассажу. Вот пазана у меня четыре штуки. Мне этого будет достаточно для консервации. Потому что это гибрид. Как производитель написал, он очень урожайный. Стрессово-устойчивый. Как, собственно говоря, многие гибриды. И вот последний четвертый. Теперь подпишу 19. Я просто ставлю номер. Мне так удобно. В теплице уже, кроме номера, я еще и подписываю сорт или гибрид. Чтобы мне видеть, как развивается гибрид. Потому что в конце сезона или сорт. И в конце сезона я делаю обязательно обзор. И чтобы мне легко было ориентироваться и запоминать в теплице, я помимо номера и записываю название. При поливе я использую воду. Я растворила в ней гумат калия. И слегка вокруг стебля небольшим количеством воды я проливаю. Этого будет достаточно. Самый первый серьезный полив у меня будет только через 3-4 дня. А за это время растение приживется. гумат калия. Здесь в бутылке у меня обычная вода. С помощью распылителя увлажню. Конечно, я эти пакеты под лампу ставить не буду. Они у меня постоят. Сейчас уже поздний вечер. Я ставлю, а завтра утром уже поставлю под лампы. Вот такой нехитрый, очень простой способ пикировки томатов. Собственно говоря, как и персов и баклажанов. Вот такое короткое видео. У меня на сегодня все. Я буду продолжать работать до самой ночи. А я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok